Эфир! 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 Расскажи, какая структура цивилизации идет и с каким человеком мы скоро встретимся? Сейчас это модно, когда все говорят о глобальных каких-то процессах, идеях, перспективах, фантазиях. Но вот чем меня привлек Евгений Николаевич Протопопов, тем, что он при той глобальности его программы личной, он решает утилитарную задачу для своего тела, для себя лично. Утилитарную задачу это что? Избавиться от болезней, быть человеком счастливым, быть человеком полезным, содержательным и в то же время быть, модное слово, в тренде. То есть быть человеком, который, наверное, чувствует или понимает наступающую эпоху. Почему? Потому что быть человеком, который не ест, не пьет и не спит, можно не только быть эзотериком, можно быть и простым монахом где-то в келье. Можно и быть язычником, который проживает в своей территориально-поселковой общине на даче в Подмосковье. Можно быть таким, знаешь, продвинутым светским человеком, который ничего не чуждый ему с точки зрения современной жизни. Но в то же время и вот эти все задачи, или решать проблемы, связанные со здоровьем, долголетием, трудоспособностью, творческим потенциалом и так далее, и так далее, и так далее. А он взял за основу эзотерические практики и мистики. Он сам говорит, я мистические практики исповедую. Вот это второй какой-то такой уникальный его свойство личности, потому что, по моему мнению, на смену индустриальной эпохи приходит эзотерическая эпоха информационно-цифрового формата. И здесь его наработки, вот, опыта в личном плане, они как раз хорошо вписываются, они замечательно вписываются идеи эзотериков, в которых в основе лозунга их девиза... В основе их идеи и девиза лежит лозунг «Любовь есть я, мое тело, моя личная свобода и мои интересы и ценности». Вот и получается, что наступающая эпоха эзотерическая, наступающие какие-то форматы технологического уклада, они информационно-цифровые. И эзотерикам это более присуще, а в особенность, а тех традиционных укладов, которые свойственны для предыдущих эпох, это семья, род, община, клан, значит, вот такие вот род, там, значит, древний род. Нет, нет, значит, на современном этапе, а это переходный, я считаю, этап в человеческой цивилизации, потому что задача или глобальная цель у человечества сейчас, это освоение эфироплазмы и выхода в космос. Понимаешь? И вот тут все, оно начинает как-то комплексно совпадать. С одной стороны, необходимо уйти от традиционных социальных связей, которые были до этой эпохи семья, вот эти вот отношения родственных связей, когда привязанность и любовь к близням, это составляло очень важный аспект и содержание, ну, человека на всем протяжении жизни. Сейчас, я думаю, уже будет все упрощено. Ну, вылупился, и есть же какие-то такие биологические особи, которые только на момент, когда, ну, тридки, да, они раз и все, они живут в стае в социуме, вот. Ну, вот такой привязанности, кроме родственной или там какой-то, у них к маме, к папе нету. Ну, для нас это грустно, мы потому что жили и выросли в этом, но надо, если мы сейчас говорим о каких-то идеях, надо абстрагироваться от эмоций, чувств и традиций, а давать какую-то оценку и анализ вот именно предстоящим процессам. Я вот и вижу, что эзотерическая практика – это нарождающаяся идея цивилизационного уклада, как четвертый уклад по сравнению с языческим, феодальным и индустриальным. Это атомизация человека, это пример Провоторова, его личный пример, дает подтверждение, что его эзотерическая практика и плюс его вот эти личные наработки со здоровьем, долголетием и образом жизни, они как раз вписываются в будущее, цивилизацию эзотерическую, информационно-цифлоровую, и тут все сводится, сводится все в один комок. И задача построения уже какого-то социума, который готов в себе иметь гибридную форму бытия. С одной стороны, это мы биологические сущности с нашими традиционными формами бытия, с нашими ценностями, интересами, а с другой стороны, еще есть какие-то такие переходные формы. Какие, может быть, формы переходные? Это искусственный интеллект, который использует законы мышления, свойственные для нашего биологического вида мозга. И социум будет состоять не просто из одних людей, а туда уже будут привлекаться и такие вот какие-то информационно-цифровые технологии и продукты, сделанные на основе компьютерных или каких-то программ, которые будут, сопрягаясь с биологической сущностью человеческого общества, давать совершенно другие возможности и другой потенциал для того, чтобы обрести мощь и силу и почувствовать весь свой потенциал, для того, чтобы проклюнуть скорлупу нашей земной атмосферы. Или даже не надо проклюнуть, а уже начинать здесь где-то в соцсетях или в информационных сетях формировать так называемый... Какой он? Вот Сухонос об этом говорил. Да, ничего тут такого нет. Как вы понимаете то, что Сухонос повествует? Как вы это увидите? А выходи, а выходи человек с космосом. Ну, потому что он тоже аргументирует по другой схеме. Он говорит, что есть четыре фазных состояния материи. Это материальное вещество, это жидкость, если привязки к эволюции человека, это жидкость, или вода, это земля и воздух. Безообразная кристаллическая. Ну, там, да, да. То есть он говорил о четырех фазах материального мира, материи. Это твердое, жидкое, газообразное и фазное. Вот, да, ты правильно поправил меня. И, сходя из этого, что мы сейчас должны осваивать четвертое фазное состояние. Плазма, эфир. Плазма, эфир, ты согласен, что это, ну, где-то близко, да. И я полностью с ним согласен, потому что не может остановиться. И процесс развития, может, он и имеет повторяющуюся схему, как говорит Девятов, все идет по циклам. Но пока мы, в силу того, что у нас возрастной отрезок в нашей жизни короткий, мы видим, как это, как прогресс. На самом деле, это просто один из циклов. Но этот цикл позволяет сейчас предугадать, что мы должны освоить фазное состояние материи. И, естественно, используя наработки эти, уже можем, выполняя, освоить космос. Потому что фазное состояние дает, освоение фазного состояния дает нам возможность, перспектив, выходить в космос. Николай, ну, ты говоришь, выходить в космос, да. И при этом сегодня мы находимся в состоянии специальной военной операции. Если посмотреть статистику, одновременно по всему миру идут вооруженные конфликты. И вот осваивая плазму, о чем Сухоносый говорит, что это чрезвычайно разрушительные силы. Я же не говорил, что мы будем осваивать, и у нас все будет гладко идти. Как регулировать конфликты? Нет, подожди. Плазмы и конфликты – это разные вещи. Надо источники этих конфликтов видеть. Источники конфликтов – это борьба за ресурсы. Ну, языки на свои потоки. Да тут много, много факторов, которые так или иначе заставляют развязывать такие конфликты. У кого-то много же каких-то определяющих сил, которые влияют на процессы на земле. Государств, сообществ, структур. Много сил. И финансовые структуры. И вот идет борьба. Но это пока мы говорим, что этому приходит конец. Вот этому приходит конец в каких рамках? В течение недели конец. Или 25 тысяч лет. Где-то, подожди, подожди. Как можно говорить о сроках и каких-то результатах? Когда, ты понимаешь, вот смотри, ты наблюдал когда-нибудь? Да, видел, наверное. Что такое северное сияние? Ну, видеть не видел, но в кино видел. Ну, вот представь, вот представь, что такое наша цивилизация человеческая. Это вот такое вот, понимаешь, колышущие вот такое вот. Ну, и что здесь в этом, вот кто знает, куда эта волна пойдет? Сразу можно определить, потому что столько многофакторное состояние человеческого общества, что предугадать, можно, конечно, однообразно сказать. Но я же, видишь, исходя из четверичности мироземельского построения только взглядов человека. Только взглядов. А материальный мир, он тоже четверичен. Четырефазного состояния. А еще там много различных каких-то физических законов, которые тоже влияют на процессы. А климат, а эти самые процессы, которые идут из космоса в силу того, что мы сейчас пришли из одной галактики в другую. Ну, и как тут что можно просчитывать? Да это глупо. Главное, что мы должны, исходя из этих вот процессов, видеть перспективу. А мы с тобой сейчас обсудили, что перспективу, это я считаю, что правильно, что человеческий социум, создавая гибридный социум, уже не человеческая цивилизация, а человеческая цивилизация, создавая гибридный социум, искусственный интеллект, кремно-органическую сущность каких-то киборгов, и нас, людей, все это создать условия для того, чтобы освоить четвертое фазное состояние, плазму и выход в пользу. Потому что раз мы освоим это, значит, у нас появится потенциальная возможность. Все-таки ты ведешь речь о сверхстратегической дальней задаче. А вот в рамках сегодняшнего оперативного управления, оперативно-тактического управления. Нет, ну я не буду советы давать, и сейчас закон запрещает особенно оценки давать. Нет, я оперативно-тактического, нет, не процент. А если, а если... Не про войну. А как мы в рамках всей цивилизации перейдем в это прекрасное, светлое будущее? Как перейдем? Ну как убивают друг друга? Нет, не перейдем. Или через любовь? Нет, подожди. Есть, я же тебе говорю, есть те регуляторы в каждой сфере деятельности, в глобальной сфере деятельности человечества. Регуляторы, которые держат что? Вот Соединенные Штаты, Америка и Китай держат что? Руку на кнопке, которая занимается вопросами глобальной безопасности. Ядерной атакой еще и нет. Финансовые структуры, Рошельд, кто там, т-т-т, они держат руку на пульте управления за финансовым потоком. Да? Есть. Затем еще какие есть глобальные структуры, которые, вот, медицинские какие-то глобальные структуры, БОС и так далее, они держат кнопку на чем? Чтобы процесс здоровья людей был подконтрольным. Пускай они едят вот эти сникерские микрости и едят огромное количество таблеток. Вот поэтому все эти вот структуры, и они задают тон. И играть вот на столе, на историческом столе игры вот с этими игроками, ну садись, тогда она даст расклад. У кого сколько карт, какая колода у тебя, и преференция покажет результат. А вот говорить вот такое, вот завтра, ну это нереально. Знаю, знаю, какой вопрос Николай тебе задать. Давай. Знаю. Потому что нужно мысли глобально, а действуй локально. Ты сменил образ питания. Ты зрелый человек. Да. И ты перешел на сыроедение. Да. А многие говорят, сыроедение убивают поджелудочные, там, в общем, не всем это можно. И вообще зачем ты пошел? Угу. 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 А ты пошел супротив всей природы. Я знаю, что эта тема тебя увлекла, и отвечать ты будешь очень искренне. Это будет очень интересно многим. Потому что только через личный пример. Конечно. Как глобальная волна. Вот Ярослав занимается тематикой 15 лет. Да. И именно это заряжает людей, что видят, что не просто там придумал какую-то тему, и неделю-другую попрыгал, и хочет, чтобы другие прыгали. Говорят, 15 лет прыгает, хотите, подключайтесь. Нет, я и дальше буду прыгать. Молодец. А я и дальше буду прыгать. Молодец. Вот я думаю, что вот этот опыт, который меня, конечно, тревожил, и не одно десятилетие. Я имел практику свою, когда вытягивал себя со своей, по сути дела, ну, рукой, которая была безнадежная. Ну, сейчас играю. А что случилось? Ну, это не надо здесь. Ну, ничего героического. Я не был никакого героизма. Ну, это во время службы получил. Вот, я говорю о чем, что, дорогие друзья, вот, здесь уже, можно сказать, небольшой, но есть опыт. Опыт. Я где-то после инфаркции. Может, ты счастлив, ты светишься, ты делишься. Да, да. И это чрезвычайно узнать. Может, городе твоей стримы. Я могу, я могу, конечно. Перед этим мы все разминались, чтобы подойти к этому вопросу. Ну, я могу сейчас эмоционально говорить, а я хочу спокойно, безо всяких эмоций, потому что есть много стримов, где там эмоционально говорят. И тот же протопоп Евгений Николаевич, он очень эмоционально, но он уже обрел такую энергию и позитив, что у него хватает, вот, для того, чтобы не фальшивить своими эмоциями. Я нахожусь на пути. Я, конечно, далеко не достиг того, что есть, но я стремлюсь. И вот первый результат. Я верю, что, да, действительно есть возможность перейти на совершенно другой энергетический уровень или способ энергетического обмена организма, чтобы он существовал без, внимательно слушайте, без пищи, традиционной пищи, без воды, без воды, без пищи и без воды. Вот этой, сейчас, воды. Но для этого нужен переходный этап. Вот я сейчас нахожусь на переходном этапе. Я уже где-то больше, ну, дней 10-15 не употребляю ни мясной, ни рыбной продукции, никакой слизистой продукции или продуктов. И мясо, сыр, молоко, рыба, крупы, яйца, это я не употребляю. И я вам скажу четко и ясно, что это удивительно, удивительно, я занимался всегда физическими нагрузками, но я сейчас неутомим. Просто уже появилось. Единственное, что еще очень важное доставляющее, это надо пить, когда процесс идет, вот, перехода к неедению, или процесс идет к тому, чтобы перестать пить воду и употреблять пищу, необходимо, вот, сейчас в процессе вывода из себя всей той слизи, всего того клея, который находится в слизообразующих продуктах, я чувствую с каждым днем, каждый днем улучшение. Это вот, человек я уже в возрасте, поэтому мне лукавить нечего, и у меня еще есть пример для подражания, это мой мальчишка. Вот я ему сказал, Тёма, если хочешь ты чего-то достичь, вот, во-первых, дружи со Старухиным, во-вторых, покажи ему, что ты на шаг вперед, потому что ты уже перешел на эту практику, а он пока кофе пьет, греховник, вот, имея такой потенциал и взяв такую идею, разматывает себя энергию на такие мелочи, поэтому Артем тебе вставит через несколько лет, если ты не изменишь свой опыт жизни, образ жизни, вот, и он, да, он тоже, я заметил, он изменился в характере, он стал более сдержанный, он более стал терпимым, у него появились совершенно другие качества, мы каждый день проводим, так называемую, практику мистическую, там 4-5 упражнений, они нацелены на то, чтобы усилить мощь легких, переформатировать в определенном формате, или переформатировать свое мышление, то есть отказаться от каких-то тех стереотипов, которые, ну, нас просто загнали, просто загнали, это такая тонкая работа, и сейчас только понимаешь, как это четко все уже оттоли, действительно, можно думать, что это беструктурная проблема, потому что никто ничего не делает, они сами идут туда, люди сами туда идут, люди сами идут, а у нас есть какое преимущество, потому что мы живем за городом, у нас лес, чистый воздух, и мне легче, с одной стороны, влиять на моего подскребыша, а с другой стороны, я из холодильника уже давно все выбросил, все выбросил, дорогие друзья, я все выбросил, у меня только есть, что, морковка, у меня есть китайский салат, у меня есть зелень, у меня есть огурцы, у меня есть авокадо, виноград, яблоки и груши, вот, и я уже в течение больше чем 10-15 дней только ем, и только обретаю, обретаю, и самое главное, что у меня перестали всякие такие возрастные быть, какие-то ощущения, я прям чувствую, что из меня выходит это, выходит, вот, такое, такое, наверное, ощущение личное, но я понимаю, что этот проект хорошо ложится вот в тот глобальный проект цивилизационный, который называется информационно-цифровой проект эзотерической, эзотерической, эсетической, эзотерической окраской, вот, что можно сказать, вот, так это много, долго говорить можно, значит, друзья мои, берите на вооружение сыроедение, не используйте вареную пищу, никакую не используйте, так, питайтесь только сырыми овощами, фруктами, масло добавляете нерафинированное, потому что это естественная выжимка из сырых продуктов, и вы почувствуете буквально на третий-четвертый день колоссальные изменения в своем самочувствии, вот, а раз вы будете сильный, здоровый и поймете, что мы вас не обманываем, тогда вы, тем более, попадете под обаяние старуха Ярослава Петровича, и он вас поведет к светлому будущему. Спасибо за внимание. Стоп. Ты вот говоришь, Ярослав поведет, и тоже ты полчаса тому назад говорил, Ярослав, ну зачем тебе в политику, ну зачем тебе? А ты поведешь уже? Нет, нет, а я надеюсь, что ты тоже благоразумный человек, тем более... Зрители услышат, как ты сказал, ты раскрой, о чем ты говоришь. О чем? Про политику? Куда поведет-то? А, ну я насколько... Как поведет? Я думаю, что он образумится и действительно поймет, что сейчас наступает эпоха информационных цифровых технологий с эзотерической окраской, и вот ему теперь, понимая вот эту всю схему и зная, что истинно лежит в духовно-нравственном абсолюте, я думаю, он сможет сейчас и сформулировать и дальше свою глобальную волну как проект, который будет, ну, дальнейшим, наверное, явлением в общественном движении или в неформальном движении. Слушай, а как быть, вот, ну, ты про эзотеризм пишешь, я в эзотеризме нахожусь много лет, но запущен телеграм-канал, и когда вдруг появляются тексты про эзотерику, народ вздрагивает. Есть те, которые говорят, вы про какую эзотерику, вы что, вы куда, мир предметный, мир материальный, эзотерика отпугнет людей от проекта глобальной волны. Вот есть такие опасения? Не буду, нет. Ну, знаешь, есть такие психологические подходы. Вот я сколько выступаю у памятника Жукова. Сначала. Да это не может быть. Да вообще, это шарлатаны. Это, это, это вот, знаете, как их называют, вот эти, они… Сектанты. Не сектанты, а как их называют. Кришнаиты. Да не кришнаиты, а вот это… Маргиналы. Маргиналы, вот эти. А после у нас другой этап, уже когда начинается разговаривать, буквально, потому что беседельные все, настолько… И где-то через 5-10 минут… А в этом что-то есть. Да что вы? Как? А я не знал. То есть, логика-то, она же понятна, человеческая психология. Я же сколько это разбивал, вот этих, знаешь, абсолютных, абсолютных неверующих. Понимаешь, так же, как нет неверующих в окопах, так же и в нашем обществе сейчас затасканных, безидейных и без каких-то смыслов и целей. Нет, достаточно людей глубоко объезжают. Поэтому, пускай, что хотят, говорят. Это все крики, крики безидейных и потерявшихся людей. Что ты можешь возражать? Да ничего не надо возражать. Говорит, ты ему скажи, переходите, переходите на пищу без обработки ее, не на вареную пищу. Вот тупо надо говорить. Ребята, питайтесь сырой пищей, овощами, фруктами и все. Тупо надо говорить. И вот мой пример. Тупо надо говорить. Тупо не надо говорить. Тупо не надо говорить. Ты же не тупой, ты же умный. Да, ну может быть, да, я так... По-армейски. По-армейски, да. Ты же у меня одна жизнь. Да, да, да. Точно. Говорят, вот старшина, старшина перестроим, построил солдат. Говорят, так, сегодня, товарищи солдаты, будем грузить алюминий. В общем, по два разобейтесь и вот эти болванки алюминиевые будете грузить вагоны. Один умник. Товарищ старшина, можно пояснение? Скажи, Иванов. Товарищ старшина, не алюминий, а алюминий. Он говорит, так, повторяю для бестолковых. Сейчас по парочке разобьетесь и пойдете грузить болванки алюминиевые в вагон. А кто не понимает моих приказов, тот будет грузить чугуней. Вот, вот, вот. Поэтому, ну, такое у меня мышление оно, понимаешь, солдафонское. Но, невзирая на это, я думаю, что если нам поверят... Свои слова, знаешь, о чем говорят? О чем? То, что, ну, много лет тому назад я начал, как бы, говорить, Ярослав, развитие цивилизации пойдет тогда, когда люди подпишут договор отказа от убийства собственного биологического вида и от убийства животных для использования в пищу. Правильно. Движение, там, веганов, патерианцев. Но это воспринимается, как очень, так-то, ну, такие, там, маргиналы какие-то непонятные. Конечно. К жиру бесится. Как-то без шашлыков-то можно обойтись. Да. И тут ты зрелый человек такой, говоришь. Да. Друзья, сыроедение. Да. Следующий вообще вера. Конечно, конечно. А вы же видите, мы куда уже зашли с этими проблемами, когда нас в ложных ценностях формировали. И к чему все это пришло? К войнушкам. К войнушкам. К гибели людей. Гибели людей. А вот когда у нас будет гуманистический по своему содержанию образ жизни людей без пищи животных, без рыбы, все прочее, нам, во-первых, нужно очень мало. Но надо и понимать, что должна быть и теория аргументированная. А почему человек вот может жить без пищи и воды? Да потому что есть такие процессы на клеточном уровне, когда клетка человеческого организма переходит совершенно на другой. Энергетический уровень бытия. То есть митохондрии по-другому начинают работать? Митохондрии вообще, вот если исходить из высказываний Евгения Николаевича, я с ним беседовал, он говорит, что для того, чтобы я перешел на вот этот энергетический уровень обеспечения за счет эфира, как ты говоришь, во-первых, у меня должна быть способность этого. Митохондрии в свое время, когда они попали в организм человека, они заблокировали работу центросом, которые как раз и могут производить энергию и воду. Она тоже вода, но она структуру имеет немножко другую для удовлетворения потребностей человеческого организма. Но центросомы эти, они по сути заблокированы. И для того, чтобы разблокировать их, необходимо изгнать изнутри клеточного пространства митохондрии. Это паразиты, паразиты. А вот технологии изгнания, я вам в Кранце нарисовал, что необходимо сначала перейти на сыроедение, на овощную диету, пить воды много. И есть специальный аппарат, который заряжает еще антиоксидантами, отрицательно заряженными ионами эту воду. Процесс будет 2-3, может до 6 месяцев идти, выводить из человеческого организма хотя бы внешние загрязнения, которые называются как слизь. Загустевший или клей, если образно. То есть превращается просто в загустевший клей. Вот как клей на портретах, на живописных болотах, затем клей на обоях, клей козеиновый клей. Вот это все вам образно понятно. А это все осаждается на стенках и в органах внутри. Вот процесс, процесс освобождения от этого клея в организме происходит, когда человек 2-3 месяца переходит на овощную диету сырую. Употребляет воду, потому что в этом процессе необходимо еще и выделить, помогать организму выделять вот этот весь шлак. После того, когда уже человек почувствует в себе силу, крепость и здоровье, он может потихонечку, уже исходя из своего непосредственно опыта, потихонечку, потихонечку переходить на автономию. Полную автономию. А какую цель преследует эта автономия? Она преследует еще одну радикальную цель. Это изгнание из организма в условиях без питания и без воды митохондрии. Вот они, которые питаются этим трупиками или трупными продуктами, которые мы употребляем в повседневности, они погибать начинают. Когда человек 3-4 или 5 дней вдруг берет на себя смелость и переходит на такой образ жизни. Не пьет, но я вам скажу, что вот я сейчас в принципе уже где-то могу обходиться без воды. Почему? Потому что у меня слюны столько никогда во рту не было. У меня переполняет мой организм вот той водой, которой я столько не выпиваю. Значит, у меня я уже почувствовал, что мои клеточки, мои клеточки начинают... Почему так пахнет, у тебя вырабатывается слюна просто? Нет, нет. Откуда ее вырабатывается, если я мало пью воды? Значит, я уже чувствую, просто не надо никому что доказать. Я рассказываю механизмы, рассказываю какие-то приемы для того, чтобы запустить процесс вот этого очищения организма от клея. А уже в дальнейшем ощущения они покажут, что происходит. Вот у меня сейчас, я вам просто говорю, что у меня настолько... Раньше была какая-то сухость во рту и в носу сухость была. Сейчас я от этого избавился абсолютно. То есть я уже почувствовал, что у меня, невзирая на то, что еще митохондрии сидят там в клетках, у меня все равно есть уже потенциал этих клеток, которые дают мне избыток воды. У меня уже нет потребности такой в воде. Так вот, для того, чтобы изгнать митохондрии, необходимо такой прием произвести, который совершил Евгений Николаевич Протопопов. Он рассказывал о своем опыте. Он говорит, я дошел уже, мало ел, у меня уже потребности не было такой, столько воды пить как раньше. Что со сном, ты заметил? Сейчас, про сон, это следующий этап. Я говорю, очень важный переход, такой радикальный, когда человек избавляется от этих митохондрий. Вот он говорил, что я в течение четырех дней не ел, не пил, особых не ощущал никаких сложностей или каких-то неудобств, потому что мой организм уже подготовлен был. Но на четвертый день у меня вдруг жар начался. Говорит, была весна или осень. И говорит, я вышел на улицу, потому что у меня резко почему-то потянулась температура. Я вышел на улицу, снял даже, говорит, а это была температура 5-7 градусов всего тепла вечером на улице. Я снял, погулял, 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 как-то немножко справился с ощущением того, что я просто горел. И после успокоился, пришел домой, переспал. И дня через два я приобрел совершенно другую силу в организме. Я почувствовал, что я настолько приобрел совершенно другое ощущение жизни. Во-первых, у меня поменялось настроение, я стал просто человеком позитивным. Затем у меня сила прибавилась, и у меня потребность перестала спать. Он говорит, нет, я хочу уже больше. И говорит, я сплю, только когда меня накроют. Сплю не на кровати, потому что не сплю, зачем мне кровать. Я, говорит, круглые сутки нахожусь так же, как практически Старухин. Ярослав Петрович, как ни посмотришь, он все в деятельности трудовой. Но он ресурсы свои тратит, понимаете, не жалея. Они же у него исчерпываются. А этот человек... Как исчерпывается? Подожди, ты же говорил, что чем больше я трачу, тем больше получаю. Нет, это духовная энергия. А я тебе говорю, еще есть биологические ресурсы. Если ты не перешел на тот образ жизни, который я сейчас рассказываю, то, да, потенциал у тебя огромный, у тебя здоровье крепкое. И за счет вот того неправильного даже образа жизни, который ты ведешь, что тебя все-таки организм находит ресурсы для того, чтобы быть вот таким. Но это не говорит ни о чем. Что придешь ты к моему возрасту и пойдут, и здесь болит, и тут скрипит. И показывает. Вот, понимаете, да? Поэтому вот когда он изгнал, он сказал, что я пошел, сдал анализ крови и говорит, у меня не оказалось в моих клетках метахондрий. Метахондрий. Я сейчас человек уникальный с точки зрения. У меня нету метахондрий, которые паразитически использовали силу человеческого организма, заставляя его есть, пить эту белковую пищу. Вот здесь корень кроется. Вот здесь корень кроется. Переход. Потому что сейчас целое направление, наоборот, метахондрии стимулируют. А вот говорят, что Макдональдс это незаменимый общепит. Он считает, что метахондрия это генератор энергии. Ложь. Ложь? Ложь. Ложь. Поэтому вот здесь надо переформатировать твое сознание. Значит, они, будучи изгнанными из клетки, они позволяют центросомам разблокироваться. И вот тут-то центросомы обладают способностью генерировать энергию. Энергию генерируют из окружающей среды, как ты говоришь, из эфира. Вот тебе механизм вечного двигателя. Ты его ищешь где-то. А вот эту идею эфирной... Я думал, это метахондрия как раз. А это центросомы. Нет, это центросомы. Я первый раз слышу сегодня про центросомы. Ну хорошо, что ты со мной встретишь. Пораньше побольше встречайся и тебе воздастся. Поэтому вот здесь механизм, когда человеческий организм начинает из эфира потреблять энергию. Мне трудно сказать, в каком формате и как это. Но вот сам пример его поведения. Он два года не пьет воду и практически ничего не ест и живет великолепно. Я его наблюдал в течение суток. Мы начали с 6 часов утра с окунания 18 декабря в прорубь возле Петропавловской крепости. Затем я там выложил этот ролик в стриме на интернет-портале. Это ничего тут такого нет. Но это нас сблизило и мы вот в течение практически общались долго времени. И я видел, он в течение суток не притравился ни к воде, ни к пище. Но настолько энергичный, настолько он приветливый, настолько он жизнерадостный. Ну не может человек в 70 лет так лукавить. Ну не может. Ну не может. Я же тоже что-то вижу, понимаю. Ну мало того, что он еще эксперимент проводит над собой. Он говорит, я хочу, чтобы мое омоложение или мой потенциал все-таки имел еще какой-то обратный процесс. Он открыл или так эксперимент проводит. Сейчас поднимает сверх тяжести. У него рекорд 600 с лишним килограмм. Вдумайтесь, дорогие друзья. Он поднимает лежа на спине вес 600 с лишним килограмм руками. И второй вес, который он поднимает ногами 900 килограмм. У него мышцы совершенно другую имеют энергетическую базу. Потому что традиционные мышцы человека такую работу выполнить не могут. Потому что энергии, вот традиционные энергии, которые поступают от пищи, этой пилковой, она не позволяет совершать такие подъемы. Вот вам пример. Это живой человек. Он все это снимает на камеру. Так давайте глобальную волну смотрите. Я думаю, что мы сделаем все для того, чтобы и параллельно этот эксперимент или этот опыт продвигать в общественное сознание. Я думаю, это будет очень гуманистический проект. Потому что он затрагивает буквально каждого. Он переворачивает сознание людей. И самое главное, питайтесь сырой овощной продукцией. Не ешьте вареную пищу. И вам воздастся. Вот что я хотел сказать. Благодарю вас. Это чрезвычайно интересно. На этом пока что все. И Ярославу чем-то можно удивить. Я чего сомневаюсь. Но он даже сегодня высказал такое. Ух ты! Значит, он тоже не до конца понимал. Всю, но... Век живи, век учись. Да. Но в этом же еще есть какой-то... Какой? Предметный интерес. Понимаешь? Есть опыт и результат. Вот и все. Все обснято. Благодарю. Эфир, 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 эфир. Эфир, 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 везде, везде эфир, везде, везде, везде эфир. Нужна песня, дорогие друзья, чтобы можно было выступать на елках и в детских садах, в электричках и поездах, в самолетах и даже летающих тарелках, когда прилетят к нам инопланетяне. Эфир, 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 эфир.